После похода в Рыжий Лес я рассортировал всё своё барахло и направился в туманную чащу к болотному доктору. Там я поговорил с ним, а также зарядил аккумулятор учёного с болот. Теперь мой путь лежит туда. Посмотрим, что он мне скажет, а также обменяем руку контролёра на огромный тяжеленный ящик динамита. Не забывайте подписываться на канал, если вы ещё не сделали этого. Спасибо за ваши лайки под видео. Наливайте себе вкусный горячий чай. Приятного просмотра. Ещё раз, выброс, я переждал? Переждал. Аккумулятор зарядил. Вот этот стул или стол, я не знаю, что из этого задевать нельзя, иначе происходит вылет. Ай, ты меня-то сюда толкаешь, дед. Причём вылет не первый раз. И в баре такое было. И теперь надо понять, вообще я переждал выброс или нет. Ну, скорее всего, переждал, и вот аккумулятор взял. Всё хорошо. Единственное, что опять-таки меня вызывает неприятное ощущение, это то, что нет собаки, это то, что нет рыжего. Но, допустим, они куда-то спрятались. Я не думаю, что они могли сдохнуть, но вряд ли бы разрабы допустили такую ситуацию, что вот так вот легко может помереть и рыжий, и собака. А сейчас просто потихоньку ковыляем в сторону перехода на свалку. Со свалки нам уже надо будет идти на болото, а потом идти к Серафиму с болот, потому что квест может провалиться. В общем, эх, нелёгкая сталкерская жизнь у Меченого. Ну вот я и на свалке. Тут сейчас будет полегче, ибо страдать так не придётся с этим вот течением времени и так далее. Долговцы, привет. Ужас тут, конечно, у меня смазка, беда. Благо есть вода. Ого, он её сразу всю почистил, а как так? Она же прям слишком грязная была. Ну ладно. Ну, значит, смотри. По сути-то, по своей, мне что делать? Активных квестов нет, из таких артефакты для сахара. Поэтому мы пока откладываем динамит. Вот, ради этого идём на болото. Далее замеры в Лиманске. Огнемёт, экзоскелет и автомат стрелка. То есть в основном я сейчас иду на болото для того, чтобы взять динамит. И попробовать заморозить руку. Да, кстати, заморозка. Консервация, вернее. Для этого нам нужен холодец. Поэтому направляемся к единственному известному источнику холодца на этой локации. Болотце. Две баночки возьму и законсервирую. А можно как-то с собаками разминуться? Ну, нет, нельзя. Не понял. А! Вай! Ууу, всё, да? Не пойму, я выжил или не выжил? Я выжил, ребят. Представляете, как я их закрутил вокруг дерева. Ну, а что, умирать не хочется? Может, логичнее тут было всё-таки пробежать спокойно, да и не трогать их. Смотрим на костёр, сохраняемся и идём дальше. Знаете, какой самый страшный сюрприз меня может ожидать? Я сейчас пойду на болото, возьму динамит. Пойду потихоньку обратно, довольный. И вот тут выяснится, что Серафим мне больше не даёт квест. Ну, типа там я его провалил, как бы, и всякое такое. Вот это будет весело. Смотрим внимательно по сторонам. После недавнего выброса меня могут ждать артефакты. О! Одна собака готова. Вторая померла там, в электре. О, тушканы. А, слушай, я же должен был кого-то найти. Какого-то тут сталкера где-то там за стоянкой. О, я его сейчас попробую отыскать. Я надеюсь, он не помер. Как-то его звали, вот я не знаю как. Ещё и собаки. Ну, полный набор. Всех перебил. Потратил кучу своих патронов. Всё-таки можешь подрезать с них что-нибудь. У меня, кстати, аккумулятор садится, да? Придётся заряжать сейчас на кордоне. Если доживу, конечно, до туда. Ну, давай с них всякие хвосты пособираем. О, даже хвост псевдособаки был. Теперь бы тут развести костёр, прежде чем за холодцом лезть. О, с первого раза. Повезло, повезло. Наш любимый холодец. Немного не доходя, вот тут, я думаю, уже будет нормально. Пару банки наберём. Так, банка с холодцом есть. И вторая. Отлично. Я там не перегружен? Да, на самом деле перегружен. В таком случае надо выкинуть этот старый нож. Он маленько подломан. Всё равно не помогло. Ну, нужно успеть добежать до деревни, чтобы там зарядить аккумулятор. Потому что если он сейчас сядет, я с огромным перегрузом буду еле-еле топать. И вот это будет уже очень печально. Значит, смотри, какой-то сталкер за стоянкой брошенной техники. Где-то вот тут он должен быть, но там никогда никого не было. Конечно, он мог появиться. Но, чёрт возьми, а как он там будет жить, если там куча плотей всегда? То есть там 5-6 плотей спавнятся. Они же его замочат. Вот тоже загадка от разработчика. Зачем так делать? Не понимаю. Хорошее место. Вот так на углу можно стоять и принимать. Так, будет что? Ни у кого. А, всё. Близ хвостик. Ну, сейчас, может, тогда наменяем ещё что-то на болотах. Но руку псевдогига обязательно законсервировать. Такие части падают редко. И когда будет всё-таки возможность сварить рецепт, я сварю. Я же колючка ещё купил у долговца за 8 косарей. Может, я зря это сделал? Но там, ребята, в комментах мне писали под... Какой? Под 101, наверное, серии. Что вот, мол, жалуешься, что у тебя нет артефактов. А у долговца не можешь колючку купить. Я подумал, ну давай купим. О, всё, скрипит мой этот всё. Аккумулятор крякает уже. Это начало конца. Надо было, конечно, у доцента посмотреть, где этот человек обитает. Я вот его имя уже забыл. Но надо было вот пересмотреть серию, вспомнить, проверить. Потому что, ну, мало ли, может, он реально сдох уже. Ой, там кто-то попал в аномалию. Но опять же, если он помер, а как продолжать квест? То есть, когда что-то такое происходит вне зависимости от игрока, это довольно печально. Ой, собаки бегут. Как я могу его засейвить? Вот, пожалуйста, плоть. Есть там кто? Есть какой-то, чёрт. Окей, пойдём посмотрим. Куча плотей. Сидит там. Да, даже плотей заигнорим, да побежим. А, тут прям целый отряд, смотри. Вон ещё один. В общем, сидят тут, ох, втроём. Вот ещё один посередине. Фонарик у меня, конечно, такой. Да, пока вырубим ПНВ. Подарк есть. Костёр бы разожгли, ребят. Валера Мажор. Но это не тот. Наверное, вот этот вот серьёзный самый. В заре. Матвей Каманович. Да вроде не такой был. Пару вопросов. А, да нет. Что, неужто вот этот вот паренёк? Федди Космос. Да ты что? Нет, оказывается. Так подожди, может, тут четвёртый есть какой-то? Да нет четвёртого. Ну, ё-моё, вы что хотели сказать? Пересмотрел я этот момент в серии. Звали его Вадя Гонец. Того самого сталкера. На свалке, недалеко от лагеря. Что за кладбищем техники? Вот такая формулировка. Но только тут этот лагерь. И никакого Вадя Гонца тут, к сожалению, нет. Всего три сталкера. Каждый из которых ничего из себя не представляет. В таком случае я что предлагаю? Вообще, я слышал, как кто-то тут попал в аномалию. Но это может быть мутант, а может быть Вадя Гонец тот самый. Может быть, этот сталкер попёрся куда-нибудь в ту сторону. Я предлагаю просто отгрузиться в бар. И попробовать найти этого Вадя Гонца. Вот и всё, что я могу вам сказать. Вадя Гонец. Сталкер, который похоронил какого-то другого сталкера. Рядом с лагерем егеря в рыжем лесу. Насчёт поиска людей, держи. Вообще, странно, что разрабы этот обуз не пофиксили. То, что вот можно отгружаться. Просто посмотреть, где нужны сталкеры отгрузиться. Вадя. Как видите, Вадей много. Вадя Гонец тоже есть. Вадя Гонец. Искать. Сталкер на свалке возле лагеря. Что за кладбищем техники. Метка поставлена на карте. И я надеюсь, она реально поставлена, кстати. Потому что ничего нового он мне не сказал. За кладбищем техники возле лагеря. До встречи. Так, метка стоит. Ага. Стоит она вот прям тут. Он, походу, реально сдох у меня. То есть вот проход. Надо запомнить, да? И он стоит вот тут, не на проходе. У меня вот там нет, ребят. Ну давай, давай. Я сделаю скриншот. Случайно использовал аптечку, но ничего страшного. Потом посмотрим, если что. Отгружаемся. Он был где-то вот в этом месте. Пойдём посмотрим. Ооо, плотики. Честно говоря, мне не до вас, дорогие. Поэтому давайте. Так, ну. Вот тут он был вот на этом месте буквально. Валера Мажор. Матвей Каманч. Где Вадя? Он прямо тут должен быть. Что вы прикажете делать? Я ещё раз говорю. Да, я слышал. Кто-то попадал в аномалию. Непонятно. Может быть, это мутант. Может быть, это Матвей тот самый. Нужный нам Ваде, то есть. Если же там есть какой-то таймер. Господи, я уже так ненавижу эти таймеры. Ну, я не знаю. Есть, конечно, такой, знаешь, способ. Не очень приятный. То, что я сейчас отгружаюсь. Ну, вот после того, как я уже сходил в чащу. И иду в бар, чтобы найти этого Вадю. Это очень неприятный способ. Потому что, ну, нужно потратить лишнее время. В пустую, в холостую. Ну, а где он? И будет смешно, если в итоге выяснится, что его нет. Хотя, знаешь, вот единственное, что я последнее попробую. Это вот отгрузиться на этот сейф. Потому что примерно вот тут. Где он, этот сейф? Вот на этот сейф. Я тут ещё не взял холодец, по-моему. Вроде ещё не взял. А вот тут уже взял. А вот тут я уже сохранился непосредственно на кладбище техники. Понял? В общем, тогда отгружаемся на этот сейф, где я взял уже холодец. И попробуем пробежать. Потому что я слышал хлопок аномалии. Может, это вот этот Вадя, дурачок, попал. Может быть, я не знаю, это собака. А Вадя сдох уже давно. Проверим. Если Вадя не будет, мы отгружаемся к автосейву. И в бар, наверное, идём. Чтобы понять, умер он, не умер. А если он умер, что мне переигрывать? Похоже, что переигрывать. До похода в чащу. Я в чащу, в принципе, как такового ничего не сделал. И в прошлой серии, в основном, вся чаща состояла из диалогов. Вот он, а на нлс, ребята. Вот он. Радуйтесь, наслаждайтесь. Так, где этот дядя Вадя? Вот тут я слышал хлопок аномалии. В принципе, никого не вижу. Но он мог умереть, что ли, в оффлайне? Он мог перебеститься. Вообще, есть симуляция боёв в оффлайн? Ну что, в итоге пришли мы сюда же. Слушай, будет смешно, конечно, если я здесь темноты его не вижу, а он где-то тут стоит. Нет, тут те же самые шпингалеты стоят. Ох, нихрена тут, твари. Ранен! Сталкер на свалке около кладбища брошенной техники. Ранен! А чё он ранен? Я автосейх переиграл, и он ранен. О, на этот раз он тут, смотри. Так, он может быть всё ещё жив, правильно? Я могу сейчас загрузиться. Запомнить, где он? Давай опять скриншот сделаем. Да, я использую аптечку после этого. Ну а что теперь делать? Мы запоминаем, где он находится. Точно же запоминаем? Ну вот гора, и вот у основания горы, в левой её части, он лежит. Как бы вот понятно, вот тут дорожка, всё. Вадя, он был тут. На тебя не слышно. Ничего не слышно. Короче, походу это чёрт, я не знаю. Сдох. Ладно, предлагается ходить в депо. Но я не слышу ни криков. Не Мэйдэй. О, Волочь, какой-то чёрт, подожди. Это может быть он. Стой, там Анабария. Не иди туда, пожалуйста, не иди, не иди. Друг, ты чё, больной? Ты адекватишь? Ты неадекват. Стой. Ура. Вот он, тварь. Фух. В аномалию прям идёт напрямую. Здорово, друг. Что такое озабоченный? Сядь, отдохни. Ничего не знаешь о мужике со шрамом. Но ты спросил. У кого тут нет шрама? Покажи мне. Постой. Или ты про того парня со шрамом на лице, которого мы схоронили как-то? Ну, наверное. Мужика со шрамом на лице, заходите. Так вроде, не расскажешь о нём? Мне кажется, я мог его знать. Или видеть. В общем, у меня у самого что-то в голове путается. То ли я его сам видел, то ли мне рассказывал кто-то. Вообще-то писал на Кристине я, а приятель мой. Он сейчас не здесь. Он его и привёл к нам. Или нет, даже не привёл, а тот сам как-то появился вдруг. Я в стороне был. Толком не слушал, что они там болтали. Не до того было. Мы же на дело готовились. Но по дружеским таким возгласам и смеху понял, что мужик компанейский и коммуникабельный. А тут вдруг стрельба. Наемники откуда-то припёрлись. Немного, наших больше. Ну короче, разбежались. Постреляли как водится. Они вроде и отошли. А приятеля подранило. А у нас медицины тогда с собой не очень было. Так тот мужик его подрихтовал малость своими припасами. Да он его и спас практически. Можно так сказать. А потом что? Чего вдруг крест-то? Да глупо всё как-то. Сами виноваты. Думали всё уже. Мерки-то отошли. А напоследок кто-то издали и снайперки саданул. Им похоже вообще не до нас было. Случайно наткнулись. Ну вот так и получилось. У меня, понимаешь, своя проблемка с памятью. А тут показалось мгновение, что нет. Такое чувство, что это вроде как и не я даже его знал. Что, так крепко приложил тебя? Да, бывает. Ты сходи к приятелю моему. Расспроси. Может он больше расскажет. Зовут его Гриша Козырь. На армейских складах около базы свободы. Вроде он был последний раз. Если будет туда путь, спрошу обязательно. Если будет туда путь? Или что он имеет в виду? Если по пути будет? А прострелка знает что? Не помню. Короче, вот такие дела. Гриша Козырь. По-моему, мы уже ходили к Грише Козырьу, не? Ребят, а ну вспоминайте. По-моему, ходили. Да, я уже был у Гриши Козыря. Он что, реально в аномалию? Не, все-таки обходит. Ладно, запомнили. Гриша Козырь и армейские склады. Все, слава богу. Наверное, он просто не умер тогда, а куда-то ушел. А ты с какого сейва отгрузился? Где я уже понабрал себе всякого? А, не-не-не-не. Еще ни банки не набрал, ни собак не замочил. Меня в основном расстроило, что я потерял два хвоста обседа собак. Ого, сюда кто-то ходит. Просто, ну, эти два хвоста я бы продал. Может, дроби. Может, чего еще набрал. Да он, походу, круги нарезает вокруг вот этой вот мусорной кучи. Смотрю, он сюда идет. Ладно, самое главное, мы его нашли. Теперь Гриша Козырь. Он-то реально же был, Гриша Козырь. Ну, подтвердите в комментах, что я не сумасшедший. И мне не кажется, Гриша Козырь уже был по какому-то другому квесту тоже там найти на армейских складах. Кто-то нас посылал когда-то, там, миллион лет назад. И опять Гриша Козырь. Что-то этот Гриша Козырь абсолютно все знает. Опа! Вот у этой собаки должен быть хвост. Дело вроде сделано. Ничего. А тут кое-что будет. Только нож сломанный. Как я вспомнил, смотри. Не подводит еще у меня голова. Хоть старый, но есть порох в пороховницах. Вообще, а там не протухло-то это? Лапа псевдогиганта. Что-то я забыл про нее. Да она не протухла, но как видите, она на половинчатом состоянии. Однако же мне хватит донести ее до болота, законсервировать. Ну и также руку контролера хватит обменять. Он вроде не говорил, что он нужна именно свежая. Он просто сказал рука контролера. Так что, друзья, с этим все хорошо. Ну, коготь вообще не портится. Но остаться остальными частями... Тут его, наверное, уже проще выкинуть, этот ботинок. Чтобы на перегрузе не таскаться. Не реализовал. Лучше бы сбегал до сахара, вот это скажет. Уже 56 минут записываю. Набегался я, кстати. Фу, испугался. С этим чучелом. 106 килограмм. У меня, кстати, на маске костюма упало. О, псевдособака там. Две псевдособаки. А что они туда ушли? Я, вообще-то, их тут ждал. Потому что у кого-то из них есть хвостик. Нормально, три хвоста новых несу. На болотах обменяем на что-нибудь. Чё это было? Я, значит, залез, чтобы себе там что-то обменять. Тут на тебя. Бывает. А, у меня сел аккумулятор, да? О-о-о-о. Да-да. Этот еще не заряженный? Нет, это тоже не работает. Всё, приехали. Я не успел дойти никуда. Вообще, что еще? Надо было, кстати, в бар грузиться и проверить по поводу рыжего, жив ли он. Потому что если он дохлый, а что мне, собственно, родилось? В маске уже нет смысла ходить. Бахнем энергосика. Но это даже он не помогает. Ну, конечно, у меня такой перегруз. Нечего мне сказать. Знаете, что я испугался? По поводу рыжего надо было сразу проверить. Но сейчас уже не вариант. Я перебил автосейв. Сейва в баре я не сделал, пока туда добежал. Вот всё у меня через одно место. Но я не думаю, что рыжий мёрт. Мне бы хотелось верить, что он жив. Но теперь я буду идти и каждые пять метров уставать. Какой ужас. Как я перейду мост, если у меня нету арти... Ну, выкинуть и перепрыгнуть? Посмотрим, ладно. Может, не покушать? Вдруг это каким-то образом компенсирует мою усталость. Да, щуплы тоже все стухли. Не реализовал. Обидно. Пидарь. Знаете, что я думаю? Проще, короче, мне сложить барахло тут в ящик. Сбегать, зарядить аккумулятор и прийти вернуться за барахлом. Потому что вот эти уставания каждые несколько метров, это ужас. Пока я потихоньку колупаю в сторону деревни новичков, хочу вас благодарить за актив под видосами по НЛС, за лайки и за то, что ждёте каждую новую серию. Приятно делать видео, когда знаешь, что есть ради кого и для кого эти самые видео делать. Ну, опять меня съели собаки. Походу, реально, мне нужно разгрузиться, быстро пробежать туда-сюда. Тушить не дело. Вот тут есть ящичек. Я протыгаю сюда, пока скинусь что-то. Аккумулятор, наверное, в том числе. Блин, а вдруг он типа разрядится, знаешь? Да, ну нет. Мне кажется, что такого-то уж бреда не будет. Скидываем и бежим заряжать аккумулятор, блин. Да. Запомнили, что тут лежит? Ничего не должно украсть. Аккумулятор, две банки с холодцом, одна водка, три энергетика. Можем еще одну водку убрать, две водки. Все, давай, не подведи. Ребята, не воруем из тайника. Да, после этого тут сохранимся. Но я сейчас столько времени потрачу, ребят, что это как бы... Проще же с аккумулятором сбегать. И мне кажется, по итогу намного меньше времени выйдет. Помоги, друг, помоги! Я не понимаю, почему они именно ко мне бегут. Эй, живи, только не умирай. Видимо, я самый сладкий, самый аппетитный сталкер в зоне. Вообще, мне нужно же как-то будет на зону Тесла метаться потом в будущем. Каким-то боком, да. Что-то как-то по артефактам грустно совсем. По местам, где обычно арты появляются. Посмотрел, а артефактов-то и нет. 3000 рублей. Это, конечно, сильно. Целых три косаря. Ну давай, еще один зарядим. Шесть косарей на два аккумулятора, ты представляешь? Шесть косарей, это не шутки. Ставим сразу арт. Это, конечно, жесть. О, вот это да! Страшно представить, зачем он это делает. Может быть, у него замерзли ноги, потому что сейчас так ветер дует, прям слышно. Вполне вероятно. Башмаки у него какие-то огнеупорные. Ну что, я вернулся за своим добром? Так, ну вроде ничего не украли. Все свое на месте. Мужики, отдыхайте. Сохранился, пришел. Теперь со всем барахлом двигаем. О, я только вот сейчас подумал, знаете, я же ему отдам руку, и он мне даст этот динамит, который будет весить, наверное, 36 или 40 килограмм. Да, честно говоря, меня такая перспектива совсем не радует. И это вздумайтесь. Вот сейчас меня прекрасно пропускают, там, без платы. А, тут собаки. Но, я вот этот динамит ему принесу. Ну, во-первых, да, у меня откроется проход. Да, это, наверное, это лучший бонус, который можно получить за этот динамит. Ну, а второй бонус, это то, что, ну, типа, меня должны пропускать уже без оружия. Вот, как мне объяснили, ребята. Все, серьезно. То есть, вот тут откроется переход в чащу где-то, вот тут, наверное, да, за ангаром вот этим. Ну, значит, где-то откроется. Удобно ли? Ну, наверное. Но, с другой стороны, ты тут появляешься, и тебе нужно либо сюда ковалять миллион лет, либо сюда. Это чаще, это вообще проклятая локация. Ну, здорово. Я уже на болотах. Короче, на кордоне нет артов. Меня расстроило данная ситуация. Конечно, арты вроде как могут и не заспавниться. То есть, наверное, от нуля до двух взяло и выпало ноль. Печально. Конечно, немного странно, что до сих пор не переместили отца Диадора никуда. Он тут сидит уже, ну, сколько? Минимум в серии 50. Представляете? Ну, то есть, его дело было вообще похоронить бойца. И мне кажется, он, ну, слушай, ну, похоронив, ну, отпел. Дальше что? Он 50 серий теперь тут будет сидеть? С какой сейчас день? 63. Ну, где-то дней 30 к тому же он сидит. Ну, плюс-минус вот так вот, да, прикинем? Че? Зачем? Уж прописали бы ему, чтобы он после похорон ушел куда-нибудь в оффлайне том же самом. Либо в бар обратно, либо еще куда. Ну, просто странно и нелогично, что он возле могилы сидит месяц. Йо, там Тушканов. Вот у меня квест на голову Тушканов выпал. А то же я помню, как-то в начале игры был такой квест. Там вроде неплохо так научных аптечек давали. Сейчас что-то они ко мне не торопятся эти. Ой, кабан. А! Все-таки есть песель. Да сдохни! Первым делом пойдем консервировать. Наверное, лапу, пока она сильнее не стухла. А тем временем-то у меня всего 26 косарей осталось. Да. Когда-то было под сотку. Даже было 116 тысяч. Туда-сюда. Купил это, купил то. Поэтому сейчас срочно нужно брать квест. Так, рука наполовину дохлая. Или наполовину живая. За жизнь потрещать. Насчет того. Динамиту. Перенесешь от контролера часть. Тогда и про взрывчатку можно будет поговорить. Ага, помню. Вот, есть. Пришлось постараться. Ого! Ну ты пронырливый. Не ожидал. Раз такая пьянка, держи вот. Только не сильно надорвись. Уронишь. Одно грязное пятно на земле от тебя останется. По поводу хранения монстрятины. В смысле две. Две банки холодца? Обойдешься. Типа я должен еще и сам ему перенести холодец. Монстрятина на хранение сдать. Банки, забирай лапу гиганта. Да, именно лапу гиганта. Причем, смотрите, именно крутую монстрятину. Почему-то я могу ему сдать ни хвост, ни лапу гиганта. Лапа гиганта и две полные банки. Забирать сможешь через пару дней. Все. Пусть будет. Когда-нибудь понадобится что-то сварить. У нас есть лапа гиганта. Она вроде все равно тухнет. Но с микро... Чего? Подожди, что там за сообщение страна? Как будто пришло какое-то сообщение, а по факту ничего нет. Ну может типа звук. То, что принято в работу, эти баночки. Это... Ладно. Дальше что? Работа есть? Нет. Понятно. Ну тогда можно поторговать с ним. Стопа снорка, смотри. Он даже такие говеные берет по 1600. Неплохо. Вау, нифига. Он берет по 6, по 9 тысяч. Убитые щупальца. Мне все равно девать-то некуда. Поэтому неплохо. Ну давай, ладно, наберем что-нибудь себе. Думаю, может калашных патронов взять. Во. Плюс-минус вровень разменял. Поторгуем. Я предлагаю сохраниться. Потому что вдруг у тех ребят не будет сегодня обмен патронов. Почему калашных? Ну а каких? Может 762 кто-то скажет, чтобы сака 103 бегать. Ну вот не знаю. Ну вот и думай, да? Три косаря будет стоить 40 дроби. Если вот этого уже всего взять. 7 того, 7 этого. 8400. Щупла 9. Не, вообще конечно интересно устроились. Вот например, если у меня, ну смотри, тут не хватает всего 19 рублей. Нет, так нельзя. А вот если я на 19 рублей больше отдаю, это нормально, да, давай сюда. Круто устроились. В итоге 190 рублей, это ж бинт целый. Но мне нечем теперь его покрыть. Лучше бы реально сделали, чтобы эти копейки игроку засчитывались. Кстати, по поводу хлеба. Где-то там нужен был хлеб, 10 хлеба за что-то, я не помню. В принципе, это вполне реально, как видите. Тут наменивать хлеб, потом по бартеру идти к жиле и менять, что там. Ага, 10 оружей на ремкомплект. Ну в принципе, я все равно думаю, оно того не стоит. 10 батонов за один ремкомплект, который пушка твою полностью это не вычинит. Сохранился, перезагрузился, идем снова. Ну хоть так реализуем щупла. Обалдеть, 114 из 106 килограмм. А что я в него еще могу доменять-то? Вот эти 2 щупла на 15 косарей. Ну во-первых, 2 банки себе вернуть на всякий случай. Вдруг придется еще какую-то часть консервировать, и чтобы было во что набрать холодец. Ну во-вторых, можно конечно набрать дроби. 90 штук. Ну что еще что ли тогда? Консервы хлеба. Вот так получается. Идергетики еще взял. Подожди, или можно... Нет, уже нельзя. Торговать 94 рубля остается. Вот он всегда в плюсе. Несправедливо, несправедливо. Какой там перегруз? Охренеть, 121 из 106. Ух, ух, ух. Это вместо души надо еще один лунный свет ставить, чтобы выносливость от ходьбы уже банально не кончалась. Время 2.39. Ведь самое обидное, что сейчас может произойти, это то, что они не будут менять патроны. Я бы набрал калашных патронов, ладно. 12, 17. Подожди, как так получилось? Почему консервы больше? А, у меня были какие-то, видимо. Ну в любом случае, ладно. 14 батонов, 14 консервов. Это не равно 14 пачек патронов. Но что-то я могу взять. Далее, значит, вот этим вот ученым наконец-то отдать ту многострадальную душу. Пробовал, удалось, неужели, надо же. Значит, мои расчеты оказались верны. Где артефакт? Отдаем арт. Заметно получаем арт-мод. Блывая наука. До встречи. Я уже не помню, какой там именно арт-мод. Слезы гиганта. Ага. Слезы химеры бросить в электро. Абсолют выносливости. О как. Слезы гиганта, слезы химеры. Нет, блин, слезы бюрера. В общем, теперь я нагруженный просто. Хреновые тучи килограмма. Я, по идее, вот тут должен прыгнуть, и вот эта вот палка должна пополам просто сломаться. Кто-то меня просил к себе зайти, кстати. СМСка вроде приходила вне записи. Да ладно, давай анекдот. У Сидоровича в подвале на двери висит табличка. У меня есть все, что нужно настоящему сталкеру. А под ней еще одно. А если у меня чего-то нет, значит оно настоящему сталкеру не нужно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Короче, ученые с хинтаря меня к себе звали. По поводу сбора карт памяти, их приборов. Скорее всего, конечно, рыжий лес. Когда туда соберусь, неизвестно. Но когда-нибудь соберусь. Все, в принципе, отсюда могу уходить. Идти в сторону тех ученых. На островке молиться, чтобы они все приняли. Молиться, чтобы они забрали аккумулятор и не возвращали мне его. Потом, может быть, сходить за бензином, потихоньку восполнять свои запасы водки и так далее. Ну что, пойдем. Надеюсь, я правильно иду. Ой, сейчас хапну. Ой, хапну. Хапнул? Еще как хапнул. Так, кишак пустой. Ну давай, не подведи. Так, патрончики есть. Две штуки и батона два. Вот, либо у нас, значит, 14 есть, да? 14 раз можно сделать обмен. Так что, либо 14 пачек 5.45, либо 7 пачек 7.2. Ну, не совсем пачек там получается. Он же не полную пачку дает. Он же не полную пачку дает. Я бы взял 5.45. А что, давай? Уже 25 всего патронов. Намениваем. Все, ему отдал. Смотрю, что там у нас по пачкам. 350. Слушай, неплохо. Я еще и разгрузился. А, выходит, что 170 было бы 7.62. Но все-таки, согласитесь, лучше взять 350 5.45 бронебойных, потому что, да. На мелких локациях вот этих бегать одно удовольствие. Плюс у меня 250 есть, итого 550 бронебойных 5.45. Нормально. Эй, в смысле? В смысле? В смысле? А-а-а! Ну что это такое? Он опять диалог не сразу начинает. Про эксперимент не забыл? Принимай бандуру. Все плечи оттянул. Все как надо сделал? Да. Там какой-то камень большой, как из стекла цветного. Вот там и положил. А потом забрал. Но ты, конечно, нашел местечко. И вообще, противное это чаще. На голову что-то валится. Монстры из ниоткуда появляются. Да еще фантомы эти. Все души вымотали. Да, место странное. Есть вполне разумное предположение, что предметы материализуются как раз из сгустков темной энергии. Энергия и материя сущностью одного порядка и взаимосвязаны. Фантомы это тоже своего рода материализация, но по какому-то другому принципу. Но вот как и почему это происходит, вопрос далеко не ясный. И не только в чаще, а вообще в зоне. Просто именно в том месте ощутимее проявляются аномальные воздействия энергии и материи. А также пространство и времени. Время там быстрее идет. Что вообще не вписывается пока ни в одну теорию. Ладно, теоретик, все это научная лирика. С аккумулятором-то что? Оставь тут. Я приборы попробую подключить и проанализирую. А что Петренко-то сказать? Ну ты погоди, быстро какой. Погуляй часик. Я же сказал, надо понять, получилась зарядка темной энергии или нет. Верно ли мы выбрали бы направление? Ну уж второй раз я никуда это не потащу. Так и рассчитывай свое направление. Так, смотри, час. Ну давай, наверное, тут и поспим тогда. Что уж делать? Уберем аккумулятор. Сохранимся. Время. Три часа двадцать одна минута. Надеюсь, час посплю. Какой сон враги рядом. Ты издеваешься? Типа вот эти враги. Ну блин, да такая фигня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok